Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такой небольшой отзыв, небольшая история. К нам приехал Александр, к нам приехала Татьяна. И они нам сегодня расскажут, как они на нас вышли, и вообще, что мы с ними делали. Ну, история началась уже давно. Мы эту компанию знаем уже года четыре, к ней обращались, покупали через нее машины. В этот раз решили купить для супруги с аукциона Японии Toyota Race. Вот, собственно, она. Сказали машину, сказали свои желания. Машина была куплена на второй день, буквально сыграла ставка. Вот, потом, значит, оплатили инвойс, через неделю получили фотографии с Ярда. И через месяц уже машина была во Владивостоке на этой стоянке. Мы очень довольны. Да, очень рады. Жена вообще прям вся... Да, ей очень понравилась машина. Очень хорошо. А с инвойсом возникли какие-нибудь проблемы при оплате? При оплате нет. Мы платили через Азиатско-Тихоокеанский банк. Это в Новосибирске, в принципе, единственный банк, который под санкции не попадает. Взяли небольшую комиссию. Почему? Потому что мы согласились еще на один продукт бесплатный. Ну, и, соответственно, нам скидочку сделали. Все, денежки мы оплатили в пятницу. Денежки на счету были уже в понедельник. Отлично. Что супруга скажет? Ну, мне очень все нравится. Я тут уже второй раз практически перегонщицей. Ну, в этот раз мы поедем на двух машинах. У нас еще есть одна вторая машина. Фрид. История такая у нас получилась, что, когда мы купили рейс, у нас уже была запланирована поездка. Куплены были билеты. Вот. Ну, и я под шумок решил продать свой Фрид, который покупал у этой компании в прошлом году. Вот. Ну, и, соответственно, с этим утилем, то, что пошла история, мою машину быстро купили. И я обратился в компанию и успел купить до 1 августа такой же Фрид в таком же цвете. Немножко другая комплектация. Ну, тоже хорошая машина. Так что... Ну, очень классно, очень классно. Мы едем вдвоем друг за другом. Поедем вдвоем, да, как бы купили рации и ребенка взяли с собой. Так, ребят, ну, собственно, смотрите, это у нас Фрид, да, тут перепродажа, скажем так, 19-й год. Он не гибрид. Красивый у него такой серенький цвет. Я люблю такой цвет. Значит, он пришел на хорошей летней резине. Ладно, про резину мы сегодня не будем рассказывать, просто покажу вам Фрид. Стоимость таких автомобилей сейчас на рынке... Ой, какая большая. Полный руль, руль обычный, две двери. Ключ идет у него один. С ключа можно открыть боковые двери. Это идет несанкционный автомобиль. Точно такого же можно привезти для вас на заказ. Если это будет гибрид, гибрид, гибрид привезти нельзя. Таки вот, вставочки здесь тут, ну, Фрид, конечно, шикарный автомобиль, что-то говорит-то. И вот такой вот идет рейс. Модель все, знаете, она набирает популярность. Ее спрашивают, ее берут, ее заказывают. Это 20-й год. Такая, знаете, хищноватая морда у него. Ходовые огни. Машинка маленькая, колеса большие стоят 195-60 на 17. Все машины бальные, все машины хорошие. То есть, вот этот автомобиль был привезен, куплен на заказ, да, для Александра и Татьяны, для его семьи. Эту машинку, ну, успели купить на продаже. То есть, несанкционный автомобиль. Взяли ее у нас. Шильдики там о замене масел, фильтров и всего остального. Подогрева, кстати, есть здесь. Сейчас спрос возрастет на вот такие вот машинки. Здесь, как обычно, все идеально. О, вот как раз оцените багажник. Такие вот два красавца, два красавца покидают сегодня нашу стоянку. Друзья мои, сейчас мы немного прервемся. Для вас это будет какая-то доля секунды. Для меня это будет часик и полтора времени. Я отъехал, мне нужно посмотреть несколько автомобилей. Итак, друзья, я вам хочу напомнить. Мы занимаемся проверкой автомобилей в городе Валдиостоке и во всем Приморском крае. Не важно, какой город, не важно, какая машина. Пробежная, беспробежная. Посмотрим любой легковой автомобиль. Ну, естественно, это кроссоверы, универсалы, там джипы и минивены. Также вы можете приехать в город Валдиосток, предварительно к нам записаться. Встретимся на авторынке «Зеленый угол», выберем вам автомобиль. Что касается цен, цена, да, цена растет. Вот. Что делать? Где покупать машину здесь? Здесь, да, уже вновь привезенную. Или заказывать машину с аукциона Японии. В любом случае решает каждый сам за себя. Но, естественно, если везти машину с Японии, да, она, в принципе, и так вставала дешевле. На порядок дешевле она выходила. Если сейчас машину заказывать с Японии, она встанет еще дешевле, да, по сравнению с ценой, которая здесь, во Владивостоке. Возим автомобили, покупаем. Санкционные автомобили пока не трогаем. Еще раз всем напомню, потому что вопросов очень много. Что такое санкционные автомобили? Вот. Я нахожусь в Forester, да, объем двигателя здесь 2 литра. Ребят, это санкционный автомобиль. Итого. Все автомобили с объемом двигателя больше, чем 1,9 литра, это санкционные автомобили. Автомобили, которые идут электро, это Nissan Leaf, это санкционный автомобиль. Автомобиль идет в Voxi. Объем двигателя 1,8 литра, он идет гибрид. Это санкционный автомобиль. Санкционочку пока мы не трогаем. Дальше будет видно. За более подробной информацией пишите мне в WhatsApp. Также для расчета автомобилей именно на аукционе в Японии. Помимо аукционов в Японии открылось еще новое направление. Это касается Кореи. Также для расчета пишите. Только большая просьба, ребят, в целях экономии времени и вашего, и моего. Когда вы собираетесь приобрести автомобиль, вы уже примерно знаете, сколько он стоит. То есть у вас деньги на руках. Я к чему это веду? Очень много времени уходит впустую. Просчитай, пожалуйста, мне автомобиль. Я начинаю автомобиль просчитывать. Говорю, он будет стоить миллион. Там человек мне такой, ну все там, Санек, спасибо. Там через полгодика к тебе обращусь. Так вот, это реально трата времени. Через полгода цена может быть совсем другая. Она может быть и ниже, она может быть и выше. Поэтому, друзья мои, без обид, но реально к вам огромная просьба. Обращайтесь по делу. Вот все машины выставляются на сайт drum.ru. Стоимость там. Что касается авито, авито тут уже каждый по-своему решает. Кстати, кстати, да, на фоне вот этого вот, то, что люди стали больше заказывать машины с аукционов Японии, а активизировались мошенники в прямом смысле слова. Они активизировались. Я вот сейчас общаюсь с одной девушкой, ее просто кинули. Ну как кинули? Да, ее там на е, там на е. Вот, изначально стоимость автомобиля была там 670 тысяч рублей. Сейчас стоимость автомобиля доходит до миллиона рублей. Да, ей сказали то, что машина во Владивостоке, в Владивостоке. Оказывается, машина еще в Японии. Да и вообще, в принципе, ей компания не предоставляла никакую информацию. То есть, когда она обратилась ко мне, когда я вот начал узнавать, как происходит, ей не предоставляли вообще ничего. Вот просто, просто ноль. Даже вот не знаю, что сказать. Да, вот мы сейчас с ней общаемся. Жалко человека. Жалко. И помочь, в принципе, ничем не можешь. Но как бы мы на общении. Вот. Будем смотреть, следить, чем закончится ситуация. Да. Жесть. Ребят, поэтому большая просьба. Да, если вы обращаетесь не ко мне, обращайтесь в какую-то другую компанию. Смотрите отзывы, читайте отзывы, вы узнаваете, что за фирма, да, как они работают, какую они вам информацию предоставляют. Мы, допустим, информацию предоставляем по Японии, с личного кабинета. Мы вообще все предоставляем. А тут, понимаешь ли, информация с личного кабинета, это, как же он мне сказал. Я, кстати, созванивался, и с менеджером созванивался, и с директором. Они меня просто послали. Это конфиденциальная информация. Да, господи, блядь, что там конфиденциального? Вы просто показываете, за сколько вы купили автомобиль в Японии, ну, бог с ним, за сколько вы купили машину в Японии, это можно посмотреть, зайти в статистику, посмотреть. Вы показываете расходы, да, все расходы по Японии. Вот, чтобы не обманывать клиентов. А недобросовестные компании ничего не показывают, тем самым просто обманывают клиентов. Поэтому, такие дела, ребят. Ладно, что-то я сказал, доля секунды прошло уже 5 минут. Еще одна доля секунды на стоянке, на стоянке, смотрим машину. Итак, мои дорогие друзья, сегодня я хочу вам показать автомобили, которые мы привезли для вас с аукционов Японии. Все автомобили заказные. Нет, вру, ребят. Один автомобиль у нас будет на продаже. Это будет Harrier гибрид. В максимальной комплектации. Его я вам обязательно, обязательно покажу. Итак, начнем мы с вами с дальнего ряда. Начнем мы с вами с Харьков. Первый автомобиль S-комплектация. Пробег на автомобиле 24 тысячи. Аукционная оценка 4,5 балла. Автомобиль обошелся 2 миллиона 480 тысяч рублей. Второй автомобиль Harrier G-комплектация. Пробег 33 тысячи на автомобиле. Оценка 4,5 балла. Но этот автомобиль уже обошелся 2 миллиона 660 тысяч рублей. 20-й год и белый 20-й год и черный 20-й год. А это Harrier Z-ка максимальная комплектация. Это еще, ребят, и гибрид. Этот автомобиль идет на продажу. Пробег 4 тысячи на автомобиле. Аукционная оценка 4,5 балла. 20-й год. Стоимость автомобиля 4 миллиона 100 тысяч рублей. Все вот эти вот машины были куплены. Курс был... Курс иены был 63. Давайте сейчас немного посмотрим, посравниваем. Смотрите видео, запоминайте, в чем различие. Кстати, друзья мои, цена, цена, она тоже влияет на стоимость автомобиля. Черный цвет будет дешевле. Но вообще, вы просто вдумайтесь, да, в цифры. Посмотрите вот на вот этих замечательных, крутых, шикарных ряков, да, за сколько они обходятся в Японии. Это цена, это цена. Здесь, во Владивостоке, предыдущего кузова, и то, друзья мои, предыдущие кузова, они стоят дороже. Да, если сейчас заказывать автомобиль такой же, он станет дороже, потому что курс, курс подрос. Но, тем не менее, посмотрите, какие шикарные автомобили мы приобрели для наших клиентов. Пробег 23 тысячи. Здесь идет кожаный руль, полный руль. Вот такого плана магнитола. Приятная на ощупь такая вот обивочка салона. Аукционный лист в наличии, 4,5 балла, 23 тысячи пробег. Естественно, естественно, кузов идет у автомобиля целенький. Вот, что касается места в Харке. Ладно, место покажу в следующем Харке. Значит, следующий. Друзья, мы с Харьками немного перепутал. Вот это вот идет у нас гибрид. Гибрид. Комплектация Z. Стоимость этого автомобиля 4 миллиона 100 тысяч рублей. У него идет черная крыша, хромированные ручки, штатное литье, новая летняя резина, гибрид. Электропривод у нас багажного отделения. Он на JBL. Такой вот коврик. Посмотрите, друзья мои, какое состояние салона. Ну, хотя, что тут говорить. Если пробег на автомобиле всего 4 тысячи. Естественно, есть бесключевой доступ. Он уже реализован на задних дверях. Кожаный салон. Здесь идет электропривод сидений. Подогревы, вентиляция. Огроменная просто магнитола. Все выведено вот сюда. Панорама. Подогревы руля. Камеры, круговой обзор. Так, что касается места. Сейчас немного поднастрою себе сидушку. Ребят, ну, это Харриер, да. То, что как-то здесь... Короче, места мало. Места здесь много. Сидеть здесь комфортно. Сидеть очень удобно. Головой об крышу не бьюсь. По бокам, да, места тоже мне хватает. Пищалки, проекция на лобовое стекло. Ну, просто, друзья, шикарный автомобиль. По очень заманчивой цене. Давайте переключаемся с вами на следующий автомобиль. А вот следующий автомобиль, это уже идет G-шка. G-комплектация. То есть, напоминаю вам, это у нас идет не гибрид. Это у нас идет гибрид Z. Это у нас идет не гибрид. Обычный двухлитровый мотор. Здесь увеличена мощность двигателя. Если мне не изменяет память, она составляет здесь 171 лошадиная сила. Мощность двигателя. Это у нас идет G-пробег 33 тысячи. Оценка 4,5 балла. И автомобиль обошелся нашему клиенту. Без нашей комиссии 2 миллиона 660 тысяч рублей. То есть, по морде есть у нас вот такая вот планка хромированная. Здесь такие фары, да. Прикольно, ребята, все смотрятся. И вот тоже обратите внимание, если просто смотреть на морду, ну, не каждый скажет, не каждый скажет, что это хорек. Внизу установлены у нас туманочки. Тоже штатное литье. Практически новая летняя резина. 225-60 колеса здесь установлены на 18 повторителей, хром. Здесь тоже такого плана молдинги идут. Самолеты у нас тут разлетались. Задняя часть автомобиля. Крышка багажника тоже идет электро. Коврика нет. Как видите, он тоже идет на JBL. Значит, вот эти новые харьки, они по комплектациям идут. S, G и Z. S, G и Z. Электропривод сидений. Крышка багажника с кнопки. Подогрев руля. Кругового обзора, как видите, здесь нет. Тоже идут кожаные вставки. Есть память сидений. То есть, панорама – это опция. Рулевое колесо, значит. Кожа. Подогревы. Вентиляция. 4,5 балла. 32 тысячи пробег. Мой телефон сейчас указан вот здесь вот. Также он есть в описании канала. И смотрите, какой я вам прикол хочу показать. Так как здесь у нас идет панорама. Что видите? Видите кран, видите провода. Есть у нас тут такая волшебная кнопочка. Смотрите. Оп. Все. Ничего не видим. То есть, стекло, оно затемняется. Согласитесь, круто. Оп. Опять видим кран и стройку и стоянку. Такие вот дела у нас шикарные. Кстати, на автомобилях идет по два ключа. Переходим мы с вами на следующий автомобиль. Такой вот Рейс. Рейс – это первый автомобиль, который мы перевезли. Кстати, автомобиль, знаете, он набирает. Ну, набирает. Все набирает больше популярность. Такой прикольный внешний вид. В принципе, мотор тиговитый. Хищная такая мордочка. Согласитесь, смотрится он достойно. Рейс этот. Итак, значит. Пробег на автомобиле 18 тысяч. Оценка 4,5 балла. А стоимость автомобиля на заказ 1 миллион 470 тысяч рублей. Спереди, видимо, установлены у нас туманки, сонарчики, ходовые огни. Тоже пришел на штатном литье. Хорошая летняя резина. Данлоб. Кстати, резина 20-го года. Итак, размер колес 195,60 на 17. Вот такой, видите, как... Я не могу сказать, что это кроссовер, но под кроссовер пытались его реализовать. Toyota Race. Давайте посмотрим, как у него багажное отделение с багажным... О, ну, ребят, что я могу сказать? Такое нормальное багажное отделение у Рейса. Ох, ё-моё, вот это да. Смотрите, тут полквартиры можно сложить в такой автомобиль. В принципе, я считаю, что это адекватная цена за данный автомобиль. Место, в принципе, смотрю, наблюдаю. Тоже довольно неплохо на втором ряду сидений. Так же есть у нас бесключевой доступ, повторители. Как-то, если честно, странно, японцы реализовали, да? Вот здесь есть такая оранжевая, красная окантовка, а на задних сидениях нет. Для меня это непонятно. Очень странно. Значит, висят на шильдике о замене масла. Полный руль идет. Руль, кстати, тоже идет здесь кожаный. Друзья мои, у нас жара. Жара на улице просто капец. Вы не представляете, какая. Пробег на автомобиле 18 тысяч. Здесь у нас тоже такое все электронное, механическое. Ничего нет. Ручник, как положено. Смотрите, есть даже подогревы. Есть у нас USB-ход. USB-вход, что немаловажно. Да, в нашей современной жизни и изобилии гаджетов, которые у нас есть. Аукционный лист. 4,5 балла. 18 тысяч пробег на автомобиле. Вот, давайте переходим к следующему. Давайте перейдем к фиту. Мы перейдем с вами. Итак, это Honda Fit. Комплектация идет GL. 18 год. Пробег на автомобиле 13 тысяч километров. Стоимость автомобиля под заказ 1 миллион 50 тысяч рублей. Оценка 3 балла. Почему 3 балла? У него, ребят, было, по-моему, B3, B4 на пороге. То есть в этом месте. Ну, здесь для клиента все покрасили, все сделали. Да, 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 да. У 3 у него было. Пробег на автомобиле 13 тысяч комплектация идет GL. То есть первое отличие по GL, да, это идет полный руль. Полный руль есть у нас вот в этом месте бардачок. Это очень-очень удобно. Вот так. Рейс вам показал. Три с половиной балла. Три с половиной балла. Стоимость тоже под заказ 1 миллион 50 тысяч рублей. Тоже GL комплектация. Фиты, да, подорожали как бы в цене. Давайте я вам покажу вот такого вот фита. Даже два фита. Вот они мне прям заходят. Прям нравятся мне вот эти вот фиты. И так, и так, и так, и так. Вот такой вот модный желтый цвет. Это GS комплектация. GS она, ну, опять же, выделяется по морде, да, по задней части. Есть какие-то там изменения небольшие по подвеске. 19-й год. Пробег 42 тысячи. Оценка 3 с половиной балла. Стоимость автомобиля привезен под заказ. 1 миллион 110 тысяч рублей. Штатное литье, летняя резина. То есть бампер здесь выделяется, да, туманочки здесь идут другие. Уши здесь идут черные. Зеркала заднего вида. По низу идет обвесик. Ну и задний бампер, да, вот я вот специально поставили вот так вот вам фиты. Что вы посмотрели, посравнивали. Камера заднего вида есть. Так, он у нас закрыт. Закрыт он у нас почему-то. Почему он закрыт? Потому что на фите можно выставить функцию, да, когда ключ отходит от автомобиля. Машина автоматом закрывается. Так, здесь коврики у нас идут с окантовкой. Тоже идет полный руль. Приятно пахнет в автомобиле. Вот, ну про фиты, что рассказывать вам про фиты. 42 тысячи пробег. 34 градуса показывает. Про фиты, друзья мои, вы уже все, все должны знать. Наизусть. Фиты все. Так, показываю вам следующего фита. Такой красненький цвет. По мне так красный цвет фиту. Красный цвет фиту идет. Итак, так, сейчас я, ребят, по стоимости скажу. Ух ты, смотрите, он 4 ВД. 4 ВД красный. Пробег на автомобиле 27 тысяч. Привезем под заказ. Стоимость автомобиля под заказ 1 миллион 100 тысяч рублей. Давайте посмотрим состояние снизу автомобиля. 4 ВД. Я думаю, я думаю, можно здесь ничего не говорить. Вы сами все видите. Кстати, он пришел, пришел на зимней резине. Что касается, почему вообще машины приходят ржавые, да? Допустим, там на рынке стоят еще где-то. Ребята, все очень просто. Переводите. А когда вы покупаете автомобиль на аукционах Японии, обязательно делайте перевод аукционного листа. Продавец, там у него куча машин, он нафиг не заморачивается на эти переводы. Там придет ржавый, значит ржавый, там задуем. Придет нормальный, значит придет нормальный. Мы, мы, сколько мы работаем, сколько мы автомобилей привезли нашим клиентам, неважно, 4 ВД автомобиля, не 4 ВД автомобиль. Мы не привезли ни одного ржавого автомобиля. Ни одного ржавого автомобиля. Все почему? Потому что мы переводим аукционные листы. Мы переводим аукционные листы даже на автомобиле с оценкой 5 баллов. Ребят, нам уже с Японии пишут, звонки раздаются. Зачем вы переводите аукционные листы с оценкой 5 баллов? Мы все переводим. То есть мы дорожим своей репутацией. И нам очень важно, чтобы наш клиент получил хороший, нержавый, достойный автомобиль. Чтобы наш клиент получил именно то, зачем он к нам обратился. Давайте покажу вам вот следующее поколение фита. Да, просто уже больше нет машин сюда гонять. И оставим следующий автомобиль, оставим на следующее видео. Ребят, сейчас будет, должно быть очень много видео, потому что приходило очень много автомобилей. Итак, это у нас идет фит. Фит у нас идет 20-й год, если меня не изменяет память. Пытаюсь найти его. Да, 20-й год, пробег 37 тысяч, оценка 4,5 балла. Автомобиль обошелся клиенту 1 миллион 190 тысяч рублей. Он на летней резине, то, что он без колпаков, не смотрите. Колпаки при транспортировке снимаются. Сюда уже просто одели. Комплектация, это не максимальная. Но, я вам скажу так, на нового фита, обратите внимание, да, может быть со стороны он кому-то не заходит. Я уже говорил в своих видео, мне сначала он не зашел со стороны, но, когда я покатался на этом автомобиле, разница, разница, разница реально ощутимая. Ледовские фары у него, бесключевой доступ, повторители, система безопасности. Все у него есть. Есть, естественно, аукционный лист. 4,5 балла, 37 тысяч пробег. Вот они, колпаки. Приоткроем. Ух, жаришка, конечно, на сегодня. Ну, посмотрите, ребят, какое состояние салона, а. Ну, как японцы, так ездят. Почему у нас так к автомобилям не относятся? Ну, что, друзья мои, я вас благодарю, кто, благодарю, точнее, всех, кто посмотрел мой ролик до конца, всех, кто стал подписчиком. Я желаю всем хорошего настроения, всем удачных, хороших покупок, не ржавых, клевых, не битых автомобилей. Вот, на сегодня все, будем заканчивать. Всем спасибо, всем пока, всем хорошего настроения.